Действительно, мы вместе с коллегами из приглашения специалистов, вернее, общественников начальника калорийского совета в октябре изучали те предложения, которые мы получили из министерства, приняли те, которые приемлемы для нас, те, которые неприемлемы. К сожалению, в тот момент определить финансирование или предприятие источников мы не могли, потому что каждый из них требует привлечать с собой серьезное предложение, необходимо провести детальный анализ того, как тот или иной фактор влияет на жизнь самочувствия людей. Потом, необходимо было определить конкретные показатели, что в результате мир, который мы запланировали, может быть реализовано и даже исключительно. Честно говоря, работу в этом направлении мы начали практически в плане. Мы в прошлом году по вопросу пылеудаления и удаления грязи разработали и приняли городской совет в 2019 году правильный господинство городов, где мы определили ряд мероприятий, которые позволят нам в этом отношении улучшить экологическую ситуацию в нашем городе. и металлизированную систему городского хозяйства. Мы реализовали, поставили на учеб те ливневые канализации и каналы, по которым осуществляется сброс мусора, загрязнения в места их утилизации. Эту работу мы провели в 2019 году, наметили планы предприятия в феврале и приняли постановление по прогенитаризации в текущем году. В рамках решения вопроса о переводе частного сектора на альтернативные источники, у нас вот, я хочу обратить внимание, вот в конце этого стола сидят поселители поселка Южный, которые инициативно провели у себя опрос жителей поселка Южный. Мы вышли с предложением нам о замещении печного отопления на теплоцентраль. И буквально в пятницу на прошлой неделе у нас состоялась рабочая встреча, совещание представителей заинтересованных лиц. Олег Анатольевич Ворошилов представлял Назаровскую ГРС инициативная группа. И мы сидели, решали вопрос о том, как, какими механизмами можно этот вопрос решать в принципе. Сошлись на том, что детально нужно будет изучить опыт администрации города Рубцовска, Алтайского края, которые по этому пути пошли, потому что у нас ситуация отчасти схожая. Город отапливается в основном углем и разрезом Назаровский, и для большей части жителей, тех, которые пользуются печным отоплением, этот вид топлива является наименее затратным. К тому же, в честь сказать компанию СОЭК, часть ветеранов, которые отработали Назаровской ГРСД и работников станции, они обеспечивают углем на безвозмездной основе и для части там по, сколько понятно, наркотных условиях. Так? Поэтому это тоже дает такой стимул ко мне, чтобы жители обеспечивались этим видом топлива. В качестве продолжения вот этого, почему люди выбирали такой вид топлива, хочу отметить, что на протяжении многих лет Игорь Николай Михайлович сидит из края. Он руководил гордом монтажным наличным управлением, по отчинению которого находилась целая котельная, которая обеспечила целую часть города, поселки Горнят, тепловой энергией. Ну, за счет, собственно говоря, тех средств, которые были на предприятии. 6-го, по-моему, февраля 18-го года, да, если, Олег Анатольевич, если память не изменяет, 6-го, 7-го февраля 18-го года они перешли, закрыли посильную ГМНУ и перешли на единственный источник теплоснабжения в городе. Это тепло на Заварской игре. В пятницу, кстати, помимо вот поселка Южный, мы рассматривали вопросы теплоснабжения, отопления не только этого, этой части города, но и район улицы Малая. И говорили о том, что даже по тем частям города, по которым проложены теплотрассы, Лебяжья и вот та часть города, там тоже жители не обращаются. И, видимо, мы видим в этом свой недостаток в работе, в том, что мы не установили каких-то правил, по которым можно было бы людям обратиться, получить либо согласие, либо отказ в переводе на тепловое, ну, отопление тепло своих домовладений. Проговорили о том, что эту ситуацию в этой части нужно будет менять, и у нас есть понимание, как мы это берем дело. В части улучшения экологической ситуации, связанной с лесными насаждениями, понимаем, что в прошлом году, в этом году эта тема в городе получила особенный резонанс, связанная с тем, что мы старые тополя, пришедшие в силу возраста и иных причин. В негодность мы их в большом количестве сносили, обследовав, естественно, перед этим. И в этом году и в следующие годы мы намерены этот весной фонд восстановить. План мероприятий у нас рассчитан как минимум на два года. Он сейчас размещен на сайте, он находится в стадии обсуждения, и мы будем следовать нему, он и проходит общественное обсуждение. Действительно, в семнадцатом году, в семнадцатом году, по-моему, в городе был создан экологический совет. Мы видим общественное обсуждение в этом отношении до вопроса большего в будущем силы, и поэтому отмажки мы департаменты, собственно говоря, в предложении по программам нового совета и буквально в следующей неделе в месяцах совета призовем на первое совещание.